Всем привет! Меня зовут Диана Альбалавы. Я профессиональный визажист и стилист по прическам, а также я немного занимаюсь фотографией. В сегодняшнем видео я не буду делать макияж на себе, потому что я хочу вам показать, как я работаю с глубоко посаженными глазами, у которых также опущенный внешний уголочек. Они такие ножки, грустненькие. И для этой цели я позвала абсолютно потрясающую, очаровательную девушку. Ее зовут Светлана, чтобы она побыла нашей сегодняшней моделью. В этом видео я расскажу, как я работаю с глубокой посадкой глаз, как я работаю с глазами с опущенным внешним уголком глаза. Также я решила, что это отличная возможность, чтобы сделать обзор на новый BB-крем в моей коллекции. Это недавно вышедший BB от Herborian. Также я расскажу об одной из своих самых любимых палеток от бренда Viseart под названием Neutral Mats. И вы меня просили сделать какой-нибудь макияж с палеткой от бренда Tom Ford Honeymoon, и я решила, что я добавлю эту палетку в сегодняшний образ тоже. Ну что ж, давайте начнем смотреть видео. Я всегда начинаю уже с очищенной кожи, и после этого я наношу тоник на ватном диске на лицо, чтобы еще дополнительно очистить кожу, а также нормализовать уровень PH. Далее идет этап увлажнения. Я использую гиалуроновую эссенцию от бренда Limony и наношу ее руками на лицо. Почему руками? Потому что для меня это отличная возможность, чтобы ощупать кожу и понять, что мне понадобится. Понадобится ли мне дополнительное увлажнение, или же, например, мне понадобится скрабирование. То есть я обязательно все проверяю, ощупываю и решаю, что нам нужно дальше. Здесь эссенции хватило, и поэтому далее я перехожу к зоне вокруг глаз, и я беру крем для зону вокруг глаз тоже от бренда Limony. Он мне достаточно сильно нравится, и я обязательно его наношу, потому что на увлажненной коже потом лучше смотрится консилер. Также очень-очень-очень важно не забыть про то, что нужно также увлажнить губы, и поэтому я использую свой самый любимый бальзам для губ от бренда Clorans. Очень сильно его рекомендую, он просто творит чудеса. У бренда Herbarian совсем недавно вышла новая обновленная линейка BB кремов. Вот, кстати, их сводчи, они справа. Слева старый вариант, который у меня был в тот день с собой. И мне очень нравится, как эти BB-шки ложатся. Оттенок нюд просто супер универсальный. Вы сами можете сравнить импрессо с старыми оттенками, которые тут также представлены. У меня сохранились очень старые сводчи на руке мужа. Вот, хорошо ложится, хорошо носится, хорошо себя ведет. В нем есть в составе SPF, и вот в этом есть нюанс, потому что у меня аллергия на SPF крема почти на все. И в том числе на этот SPF в составе этого BB крема. И вот я нанесла его на свою кожу, он смотрелся потрясающе. И потом я смотрю, а у меня начинается аллергическая сыпь, поэтому я больше не могу его использовать. Но в остальном он абсолютно прекрасен. В общем, имейте в виду. Теперь дело дошло до консилера. Я использую консилер от Inglot для зоны под глазками специальный. Он очень хорошо ложится, он не пересушивает. Он мне очень сильно нравится, я вам очень сильно его рекомендую. Я наношу его также на зону под бровкой, на косточку. Потому что мы туда потом будем тушевать. Нам нужно, чтобы было к чему прилипать нашим тенюшкам. Кстати, о том, чтобы тенюшки держались, не забываем про базу. В данном случае у меня база от L'Or Mercier в оттенке Buff. Такой красивый оттеночек с легким сатиновым сиянием. Я уже вам рассказывала про эту базу. Она мне достаточно сильно нравится. И я уже ей формирую нашу форму тушевки. Простите за футологию. То есть я уже сразу намечаю, куда, что у нас, как пойдет. И также я беру кисточку поменьше и наношу эту же базу на нижнее веко. И обязательно убеждаюсь в том, что у меня соединено нижнее веко с верхним веком. У нашей модели глаза с опущенным внешним уголком глаза. И я вам хочу предложить один из способов, как создать лифтинг-эффект и скорректировать данную форму. Я предлагаю вам взять плоскую кисточку, набрать пудру и сделать такой небольшой бейкинг-наметочку нашей формы, по которой мы потом будем тушевать. Это достаточно удобно и помогает очень сильно с симметрией. Далее я, конечно же, беру свои любимые сатиновые пудры от MAC U Pro. И для чего? И для чего? Правильно. Чтобы просушить нашу косточку, куда мы наносили консилер и базу. Чтобы у нас потом были идеальные, красивущие, невозможные тушевки. Также у нашей модели глубокая посадка глаз. И для таких глаз я люблю использовать пушистые кисточки, которые немножко сплюснутые, а не круглые. Потому что они очень удачно садятся по форме глаза и с меньшей вероятностью оставляют пятно. Далее мы берем какой-то не слишком темный оттенок теней. Это, знаете, примерно на уровне бронзера или скульптора, чтобы не перетемнить. Потому что у нас своя очень яркая анатомия. Нам не нужно ее сильно... Понимаете, у нас уже есть объемы, мы должны с ними считаться. В данном случае я беру тени от Viseart. Я обожаю эти тени. Они выглядят просто потрясающе. У них финиш такой затертый замши. Они невозможно красивые. И я набираю такой достаточно светлый оттеночек и его использую. Очень советую вам эту палетку. Она полностью матовая. За счет этого куда меньше вероятность туда залетят какие-нибудь блестючки. Что огромный плюс, если вы работаете, например, на камеру, да, например, где-нибудь на съемках. И сейчас еще у Viseart вышли версии половинки. То есть половина веса за половину цены. Там рефилы поменьше. Тоже очень сильно советую. Про эту палетку даже есть мем. Что начинающий визажист думает ему нужны. Там куча каких-то цветастых теней. И что на самом деле ему нужны. И там вот эта палетка. И честно, я в целом с этим согласна. И вот я взяла оттеночек чуть-чуть темнее. Потому что я вижу, что в данном случае можно еще немножко затемнить и еще немножко скорректировать форму. И как вы видите, я тушую просто практически в бровь. Потому что мне нужно убедиться, что внешняя треть глаза, она немножко выше, чем внутренняя часть глаза. Чтобы у нас не было никакого падающего эффекта. После чего я беру вот этот чуть-чуть более темный оттеночек и прохожусь по нижнему веку. И здесь очень важно не слишком сильно увести тени вниз в внешний третий глаза. Потому что иначе все наши старания по приподниманию опущенного внешнего уголка будут напрасны. Потому что это все обратно тянет глаз вниз. Вы все просили у меня макияж с палеткой Honeymoon. И я решила, что почему бы Тома Форда сюда бы тоже не приписать. И я набираю вот этот красивый бронзовый оттенок. И наношу его на внешнюю половину подвижного века, втушевывая в нашу уже созданную тушевочку. Я бы не стала в данный, по крайней мере, макияж брать какой-то оттенок темнее, чем вот этот. Потому что даже если он будет сияющий, он все равно может сделать глаза чуть-чуть более глубокими, чем они есть. Нам это не нужно. Далее я беру оттеночек чуть-чуть более светлый и наношу его уже во внутреннюю половиночку нашего подвижного века. И мне кажется, это дает достаточно тоже симпатичный эффект. Для внутреннего уголочка глаза я использую светлую сатиновую пудру. И я ее наношу больше на нижнюю часть нашего внутреннего уголочка глаза и совсем чуть-чуть на верхнюю. Таким образом я опускаю внутренний уголочек глаза, чем автоматически приподнимается внешний. Далее я беру и смешиваю две подводки от Maybelline. Черную и коричневую. Мне очень нравится средний оттеночек, который получается. И добавляю моего самого любимого бьюти-миксера от бренда Ava Evodina, чтобы подводка была более жизненькая. Беру небольшую кисточку и прорисовываю межресничку аккуратненько, чтобы у нас все было красивенько и аккуратненько. Во внутреннем уголочке глаза мне нужно сделать чуть-чуть тоньше. И после этого я намечаю стрелочку. Мне очень, кстати говоря, в этом деле помогает моя вот эта вот наметочка от Бейкинга, которую я сделала. Я намечаю стрелку на прямо смотрящие глаза, после чего также на прямо смотрящий глаз я делаю наметочку, где я буду эту стрелку делать толще. После чего я прошу нашу прекрасную модель закрыть глаза. И уже прорисовываю нашу стрелочку в полной мере, утолщая там, где я наметила, уже соединяю вот эти вот получившиеся точки. После чего я перепроверяю. И если мне кажется, что нужно добавить еще толщины, я ее еще добавляю. В данном случае я решила приподнимать глаз с помощью стрелки, потому что она сюда, во-первых, хорошо вписывалась. А во-вторых, она не затемняет мне глаз, чем не делает его глубже, но в то же время создает достаточный, нужный вот этот вот эффект приподнятости, который мне нужен. Чтобы довести стрелку до идеала и сделать ее более острой, я беру бьюти-миксер, скошенную кисточку, немножечко обмакиваю в бьюти-миксер и вытягиваю и подчищаю стрелку там, где мне надо. Если нужно, можно вообще стрелку полностью перекроить. Далее я беру карандашик, чтобы нанести его на нижнюю слизистую. Мне нужен карандаш, который будет не слишком темный, но при этом и не слишком светлый, какой-то такой средненький. И я им прохожусь по внешним двум пятым слизистой, и этим самым я еще немножечко приподнимаю глаз, чуть-чуть прищуривая. После чего я беру темно-коричневые тени на кисти карандашей и немножечко растушевываю границу, чтобы у меня не было что-то. Линия такая слизистая, четкая-четкая, чтобы все-таки чуть-чуть дымочка была. Дальше идут ресницы, и ресницы играют очень важную роль в том, чтобы создавать форму глаза. Если у нас есть цель скорректировать опущенный внешний уголок глаза, то мы во внешнюю часть сначала клеим где-нибудь два коротеньких пучка, а только потом длинные. И таким образом у нас глаз будет приподниматься и не будет заваливаться. Также я очень люблю использовать ресницы ласточки, потому что они дают густоту и всплески длины, а это то, что нужно для глубоко посаженных глаз. Сейчас кистью с консилером я подчищаю всю нашу работу и также немножечко стираю вот эту границу нашего бейкинга, который мы делали. И теперь я хочу зашлифовать центр лица, чтобы было прям совсем гламурно и шикарно. И я беру консилер от бренда Nars, Soft Matte Complete Concealer. Я смешиваю два оттенка, Ginger и Chantilly, по-моему, называется. И вот этими двумя консилерами зашлифовываю центр лица, чтобы все вообще выглядело идеально. И я обязательно уделяю дополнительное внимание зоне вокруг носика, потому что она чаще всего быстрее краснеет. И поэтому я здесь чуть-чуть дополнительно уплотняю. После этого я делаю скульптурирование до лица. И я как вообще действую? Я смотрю на лицо и думаю, что мне нужно сделать, чтобы лицо выглядело более овально. В данном случае у нас удлиненное, вытянутое лицо, и поэтому я немножечко затемняю подбородок. И я подчеркиваю скулы в чуть более горизонтальной манере. То есть я не делаю никаких диагоналей, которые бы вытягивали мне лицо. Далее мы закончили уже с нашими кремовыми всеми текстурами. И поэтому пора пудриться. Я сначала использую пудру от Laura Mercier для зоны под глазками. И я использую ее под глазами. Потрясающая пудра. Очень хорошо лежит. У нее приятное светоотражение. Очень рекомендую. После этого я беру классическую пудру от Laura Mercier в оттеночке Translucent, прозрачненькую. И уже такую на более пушистую кисточку. И наношу на лицо. Эта пудра выглядит очень красиво, но у нее есть нюанс. Мне не нравится ее наслаивать. То есть если нанести один раз потрясающе, если нужно перенасладить несколько раз, начинает выглядеть уже не так красиво. Так, бронзер. Я наношу бронзер на лоб. Мне кажется, что это та зона, которая могла бы гипотетически натурально загореть под солнышком. Туда как раз попадали бы наши лучики. И так как я хочу приблизить немножко лицо к овалу, я достаточно активно наношу бронзер на лобичек, чтобы немножечко привести лицо в баланс. Также добавляю бронзер немного на подбородок. И прохожусь также по носику и по скулам. И опять-таки по скулам я тоже делаю такие чуть более горизонтальные линии. Особенно в конце это видно. И это все сделано для того, чтобы дополнительно не вытянуть лицо, а подчеркнуть его красивую анатомию. Это очень красивые румяшки от NARS. Они также идут со свечением, поэтому я сегодня не буду использовать хайлайтер. И я точно также опять-таки наношу их достаточно горизонтально, именно вот на яблочке щек. Что говорится, здесь это будет очень уместно. Они дают нам очень красивое, деликатное, натуральное сияние. Я также эти же румяны чуть-чуть совсем наношу на подбородочек и немножечко на верхнюю часть лба, чтобы у нас не было эффекта того, что у нас румянец только на щеках, чтобы все смотрелось натурально и как-то едино. Далее у нас дело за бровями. И я сейчас тестирую вот этот клей от NYX. И я... Знаете, вообще он хорошо работает достаточно. Он очень красиво приподнял волоски бровей на моей сегодняшней прекрасной модели. Но у него есть нюанс. Я не советую с ним использовать маркер для бровей от NYX, потому что он вступает в какую-то реакцию и из нормального цвета становится рыжим. Что очень интересно, да. Наверное, это что-то связанное с паж. И именно поэтому сегодня вместо моих самых любимых маркеров я использую просто тени, чтобы немножечко оформить брови. Я смешиваю два оттеночка от MAC и просто заполняю там, где мне кажется нужным. Что бы я вообще посоветовала по бровям для глубоко посаженных глаз? Не делать их слишком тонкими, не делать слишком большой вот изгиб, который бы увеличивал косточку, да, вот эту вот бровную косточку. Потому что мы стараемся ее немножечко уменьшить. Мы не делаем ни в коем случае никакой подбровный сиятр, подбровный хайлайтер, да. Мы хотим ее сделать не такой выпирающей. Вот. Это, наверное, такой важный нюанс, который я бы посоветовала с бровями. То есть пушистый, натуральный, шикарно. Далее у нас туши. Это туши от Chanel. Кстати, если вам интересны продукты Chanel, у меня есть небольшое видео. Вы можете кликнуть в уголочек экрана, где у нас буква А, и посмотреть их. И да, я прокрашиваю ресницы вместе с пучками. Так у нас больше эффекта, больше густоты. К тому же пучки все равно не одноразовые. Мы их потом смываем. Вот. И я всегда крашу ресницы после того, как наклеила, по крайней мере, пучки точно. И далее у нас идет уже вопрос за губами. И поэтому сначала влажной салфеточкой я снимаю наши остатки бальзамома, чтобы у нас потом идеально легла помада. И после этого я прохожусь кисточкой с остатками консилера, чтобы убедиться, что все ровненько, нету никаких перепадов. Далее я беру карандашик от Шик в оттенке Верона и прохожусь по контуру наших губ. В данном случае он у нас достаточно четкий, я не могу сильно зайти за пределы, поэтому я просто прохожусь по натуральным анатомическим линиям и немножечко заполняю карандашом внутреннюю часть губ. После чего я беру такую маленькую пушистую кисточку и вот эту потрясающую помаду от NYX. Она очень хорошо держится, и я наношу ее на губы, параллельно втушевывая, перетушевывая вместе карандаш и помаду тонким слоем. Эта помада пахнет кокосом, поэтому если вы не любите отдушку кокоса, наверное, это не совсем для вас, хотя она достаточно быстро выветривается, но эта помада не пересушивает губы, достаточно хорошо лежит, так что я вполне могу ее порекомендовать. Дальше мне показалось, что губам не хватает сияния. Я совсем недавно купила вот этот оттеночный такой бальзам от Chanel в оттенке Boy и набираю его на плоскую синтетическую кисточку и наношу на губы, и мне кажется, что в данном случае именно такое количество блеска выглядело очень уместно. И я доделала нашей прекрасной модели прическу, и вот такой вот образ у нас с вами получился. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, что, возможно, вы нашли какие-то полезные приемчики в нем для себя. И большое спасибо, что вы досмотрели до этого момента, мне очень приятно. Обязательно напишите в комментариях, было ли бы вам интересно, если бы я сняла какие-нибудь видео, где рассказываю о том, как я работаю с разными формами глаз, с разными формами лица. Обязательно напишите в комментариях, для меня это важно. И огромное спасибо вам и нашей прекрасной модели Светлане, которая пришла, выделила время. Мне было очень приятно. Спасибо. 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 Спасибо.